Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга открытым оком. Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2599. История России как государства неотделима от истории Святой Руси как духовного феномена. В каких моментах они особенно явственно сопрягались? В какой мере будущее России связано с воцерковлением нашего народа? Отвечает Патриарх Алексей II. Думаю, что Святая Русь всегда присутствовала в российской истории даже в годы гонений на церковь. Без этого у страны, у народа просто не оказалось бы того духовного стержня, который помог выстоять в драматические, трагические моменты. Конечно, были особые периоды, когда голос святых угодников Божий взывал к народной совести. Поднимая Россию буквально из небытия. Это и годы освобождения от татаро-монгольской дани, совершенного по призыву преподобного Сергия Радонежского. И время смуты, в которой Патриарх Гермоген воздвиг русских людей на борьбу с интервентами. И Великая Отечественная война, за победу в которой слезно молилась церковь. Сегодня также время непростое. Нас поразил кризис экономический, политический, нравственный. Кризис в отношениях между народами, поколениями, социальными группами. Истоки нынешних бед в духовной расслабленности, в забвении вековых моральных устоев. Убежден, преодолеть новую смуту можно только через обретение веры, через перемену, совершаемую внутри каждого из нас. «Если поймем это, надеюсь, возродится и страна наша». Гоголь писал, что русским людям надобно, цитата, «не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства». Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин, Патриарх говорит здесь самые правильные слова о внутреннем. Но как бы понаслышке, а не от сердца. Где же в таком случае его власть, чтобы на это обратить внимание, а не бороться за церковно-мертвецкий язык, за военные базы и ракетные шахты, за ласкательство перед новыми властями, которые еще более жадны на деньги, чем прежние, быть может. Почему же апостолы не видели этого сопряжения с государством, кроме отдания налогов? У них было другое отечество, а тут все земное, нет перерождения духовного от Духа Святаго. А потому и возня вокруг храмов, монастырей, чудотворства и мироточения глупостями, слезоточения о недостигнутом. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Иисус отвечал, царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Послание Якова, 2 глава, 5 стих. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?